В Кирове завершил работу межрегиональный фестиваль средств массовой информации на семи холмах Вятка-2013. Одна из центральных его дискуссий прошла на круглом столе, посвященном теме «Свои, чужие дети». Речь шла о том, как устроить ребенка в приемную семью и что для этого могут сделать средства массовой информации. Круглый стол прежде всего коснулся этических и юридических моментов усыновления детей, оставшихся без попечения родителей. Первой своим опытом поделилась Екатерина Орешкович. Ее семья взяла под опеку 11-летнего мальчика. Сейчас в Кировской области более 5000 детей-сирот усыновляют в основном малышей. Подросткам же гораздо сложнее найти приемную семью. Решить эту проблему помогают и средства массовой информации, создавая различные социальные проекты и рассказывая о детях, которых можно усыновить. Но эта работа требует совместных усилий. Попытки системной работы есть, но она пока не так систематизирована. И сегодня, по крайней мере, я как модератор и, в общем, как журналист, как главный редактор издания, хотел для себя получить ответы на некоторые вопросы от людей, которые непосредственно с этими тетьми работают, от людей, которые помогают в усыновлении или в том, чтобы ребенок попал в приемную семью. Своим опытом в дискуссии поделились представители СМИ, сотрудники социальных служб, педагоги домов ребенка и другие. О важности обсуждаемой темы говорил и Александр Галицких. В приемных семьях сегодня находится 983 ребенка. Немало. Но должен вам тоже честно сказать, что мы гордились тем, что в Кировской области где-то с начала 2000-х годов, нулевых, как сейчас говорят, годов, рост шел приемных семей, желающих было много принимать, брать детей в приемную семью. К сожалению, процесс замедлился. Детям из детских домов нужны не телевизоры и другие подарки, а внимание, общение и настоящие друзья, с которыми можно поделиться самым сокровенным. Задача СМИ, по мнению участников дискуссии, наладить контакт между ними и обществом с обязательной обратной связью. Анастасия Войнолович, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.